Всем привет, дорогие друзья! Сегодня очередное видео моих находок и покупок в секонд-хенде, в магазине, где я обычно покупаю свои винтажные, не очень винтажные украшения. Вот это вот общая картинка. Сейчас начнем рассматривать все по очереди. Давайте смотреть. Я надеюсь, что вам понравится и будет интересно. Много видеть цветочков сегодня, потому что дело идет к весне. Очень хочется уже как бы обращать внимание на весеннюю тему. Ну что ж, начнем давайте с первого украшения. Это браслет. Интересный браслет. Я думаю, что это где-то 70-е, 80-е, может быть, потому что вот тогда очень были в моде вот эти вот цепи. Интересный браслет, очень массивный, очень тяжелый, но небольшой по диаметру, что для меня важно, потому что у меня всегда все браслеты велики. У меня очень тонкое запястье. Вот не сочтите запах вальбу, но что есть, то есть. Интересное золото с белой эмалью. Здесь хорошо нанесено, все очень-очень аккуратненько, никаких маркировок нету. Хотя я очень надеялась, потому что он такой прям солидный браслет и очень хорошо сделан. Вот такая вот у него закрытие-открытие. Сейчас надену на руку, покажу вам. Вот так он выглядит на руке. Массивное украшение, но как бы очень эффектное такое, заметное. Ну что ж, перейдем к цветам. Эти броши, металлические броши-цветы, есть в очень разных вариантах. У меня уже есть несколько таких брошей, я не помню, показывала их или нет. Может быть, еще покупала до того, как показывала на своем YouTube-канале эти броши. Это где-то 60-е, 70-е, я думаю, может быть, 80-е. Судя по застежке плечика, плечики видно, что она, конечно, не современная брошь, а более такая винтажная. Были очень они в моде, и мне они очень нравятся своей простотой, в то же время с разнообразием и вот какой-то такой, знаете, с задорностью, что ли. Вот что-то такое в них есть от хиппи 70-х, начала 80-х, вот высокие челки, перчатки без пальцев. Вот я не знаю, какая-то у меня такая ассоциация. Молодая Мадонна, в общем, не знаю. Вот такие вот, такая интересная брошь, сине-белая, интересно сделаны лепестки у нее, маркировок у них нет, как правило, у таких брошей. Все, что у меня есть, они все без маркировок, я не знаю, кто их производил, но их очень много вариантов разных. У меня здесь на столе их лежит несколько штук, вот так вот в один заход у меня получилось, что я купила вот несколько таких брошей, которые, кстати, можно носить друг с другом, я вам сейчас продемонстрирую, покажу, как они вместе хорошо сочетаются. Ну, вот такая вот сине-белая, вот такие вот, как будто бы из лент сделаны лепестки и простой такой вот синенькая сердцевинка пластиковая. А брошь сама металлическая. Немножко есть эти потери какие-то, но, в принципе, она в прекрасном состоянии. И вот очень похожая и подходящая к ней брошь, тоже брошь-цветок. Лепестки сделаны немного по-другому, она такого немножко скучного серого цвета, но, в принципе, ее можно сочетать с какими-то другими брошами других цветов, и она будет очень красиво играть. Вот такая вот у нее задняя часть, тоже вот такие же вот плечики, застежка плечики, тоже говорит о ее возрасте. Простая такая ромашка серого цвета с черной, темно-синей, сердцевиной. Интересные лепестки, видите, здесь какие-то есть, как будто бы... Я сначала думала, что это какой-то брак, но потом видела, что есть, наверное, на многих, на некоторых листиках вот такие вот как будто бы заусеницы. Я, честно говоря, не знаю, вот есть ровные, а есть вот с такими вот штучками. Не знаю, это такая задумка была или действительно какое-то, какое-то не совсем качественное изделие, но эмаль прекрасно сохранена, и она вообще совершенно в отличном состоянии, ничего не сошло, все покрытия, все на месте. И вот, например, их носить вдвоем, вот эти две броши, мне кажется, что будет очень красиво, если их сочетать вместе, допустим, на лацком пиджака или на какое-то платье, или на какой-то свитер. Мне кажется, они как-то перекликаются цветами, синие и серое, в общем, интересная, красивая будет вместе композиция. В продолжение темы броши цветков, вот еще один цветок, который я нашла, это такой, знаете, сатиновая эмаль, если я правильно называю, если я правильно называю это название, сатиновая, золотые такие тычинки в центре и немножко стразиков. Маркировок-то уже нету, вот такая вот маленькая, небольшая застежка, и эта брошь может использована как кулон, видите, здесь есть такая вот скобочка, душка такая, чтобы подвешивать цепочку, что удобно. Мне кажется, что она будет очень красиво смотреться как кулон тоже. Задняя сторона вот такая, она довольно тяжелая брошь, прям увесистая такая, знаете, то есть как кулон, даже я не знаю, если можно ее использовать, не тяжела ли она для этого слишком. Ну, прекрасно сохранившаяся эмаль, никаких нету повреждений, и очень реалистично сделаны, сделаны лепестки. У меня есть еще одна брошь, я вам сейчас покажу, такая, когда я делала поиск в ютюбе, по картинке, по вот по этой броши, ой, не в ютюбе, а в гугле, то гугл выдавал мне настоящие цветы, то есть вот гугл, глядя на эту брошь, в поиске находил мне настоящие вот цветы, природные, так сказать, похожие вот на этот вот цветок. Настолько она реалистично сделана, что гугл даже не мог отличить, что это не настоящий цветок, а какая-то подделка. И вот еще один, еще один цветок, видите, у нас сегодня много цветов, так интересно получилось. Посмотрите, какой он прекрасный, тоже эмалевая брошь, наверное, это анютины глазки, очень похож на предыдущий, я сейчас их положу вам рядом и покажу, что я, в принципе, вот тоже считаю, что их можно вместе носить. Здесь какая-то вот загогулина есть, сзади какая-то царапинка, я даже не знаю, что, но это не похоже на маркировку, она очень похожа, сделана на предыдущую брошь, задняя сторона. Я нашла их в одном, в один тот же день, в одном и том же магазине, они висели рядышком, я подозреваю, что у всех у них один и тот же хозяин, вернее, хозяйка, и были они отнесены в секонд-хенд одним и тем же человеком, потому что вот очень как-то похожи они по стилю. И вот такая вот, такого нежнейшего, красивейшего цвета, в середине какие-то желтые, желтые тона, я думала, в центре не потеряно ли что-то, очень может быть, что здесь какая-то была бусина в центре, но вы знаете, нет, нету ни остатков клея, ничего очень целая в сохранности эмаль в центре, так что я не думаю, я думаю, что так было задумано. И посмотрите, какой переход цвета от насыщенно, довольно насыщенно зеленого до почти белого по краям, и я хочу сказать, что тоже в гугле, попытавшись найти эту брошь, я тоже уперлась в то, что гугл мне показывал просто настоящие анютины глазки, настоящие цветочки, настолько гугл не мог отличить эту брошь от настоящего цветка. Я вам хочу сказать, что вот я уже так придумала, что вот их носить вместе будет очень красиво, потому что они хоть и контрастные, что в общем красиво, но очень похожи по стилю, в общем-то, и вот эти сочетания розового с таким вот нежно-зелеными, потрясающе красивые, мне кажется, что их очень красиво будет носить вместе, это будет замечательно, прекрасное, прекрасно изысканное сочетание, красиво, правда, вместе. Давайте посмотрим на еще одну брошь, эта брошь отличается, она очень элегантна, такая классическая, я бы сказала, но не совсем. Вот такая вот красивая элегантная форма, много брошь такого плана, такой формы, но вот в этой, что интересно, во-первых, сочетание блестящего металла и металломатового, во-вторых, вот эти элементы, как бы они такие, вроде брошь классическая, а вот эта часть сделана в более таком современном стиле, в таком, я бы сказала, даже немного стиле гранж, потому что вот эти вот элементы, они как будто бы какой-то такой изломанные, изломанные металлические детали, кто-то даже такое индустриальное в этом проглядывается, правда же, хотя брошь совершенно классического, классического дизайна и классической формы. Что касается маркировок, ну вот здесь что-то было или должно было быть, не знаю, явно такая видна площадка для, по-моему, для того, чтобы стояла маркировка, но маркировки нету, или она стерлась, скорее всего и не было, не знаю, есть, мне попадались такие броши и вообще изделия, которые, на которых явно сделана вот такая вот площадка для того, чтобы на нее ее маркировать, но маркировки нету. Иголочка обычная, возраст затрудняюсь, она может быть и современная, может быть и винтажная, но мне кажется, больше в современный стиль, потому что вот этот вот стиль, он более такой современный. Когда-то так не делали, хотя 70-х, 80-х вполне могли уже придумать такую брошь. Еще одна брошь, классический, сделанный из классических материалов, но не очень классической формы, интересной формы. Такой интересный дизайн. Видите, как перекликается форма вот этой вот капли кристалла и вот этой жемчужины. Они, в общем, похожей формы, но эта жемчужина, эта кристалла, вообще очень интересная брошь, потому что у нее очень, она какая-то необычная, правда, необычная вот эта вот форма, не какой-то веночек, цветочек или какой-то, знаете, ну вот стандартной какие-то формы, а такая очень своеобразная, очень необычная. Задняя сторона вот так вот сделана у нее, немножко она потемнела, или так должно быть, я не знаю, но видите, здесь пайка, и тоже маркировок никаких нету. Не знаю даже, что сказать, так вроде бы и возрастная, потому что металл потемнел, и даже вот здесь вот он немножко потемнел, вокруг этой жемчужины, но... Трудно сказать возраст, состояние, в принципе, хорошее, естественно, что металл немножко потемневший, а так-то, в принципе, все кристаллики на месте, жемчужина в хорошем состоянии. Вот этот немножко сейчас, когда я показываю, я чувствую, что он немножко шатается, надо лапки, лапки, наверное, закрепить, а то он может потеряться, жалко. Будет очень трудно найти кристалл такой формы. Вот такая вот красивая, интересная брошь. Еще нашла очень интересное колье. Очень красивое, мне оно очень нравится. Невероятно разнообразные цвета и формы. Видите, какое сочетание разных, совершенно не похожих друг на друга кристаллов. Начиная от вот таких вот классических и кончая вот этими вот ромбовидными кристаллами, такими довольно современный, я бы сказала, уже дизайн. Вот такой вот кристаллик, очень интересный. Аврора Бориалис, в общем, много интересных, красивых элементов. Вот такой вот синий. Они есть, видите, по симметрии, они симметричны друг к другу. Вот здесь синий кристалл, ой, фокус, здесь такой же. Или они симметричны, что-то не пойму, но неважно. И все это закреплено на вот такую вот металлическую основе. Очень интересный, очень интересный дизайн. Я редко встречала такие ожерелья. Вот такая металлическая, как будто бы проволока толстая. И на ней запаяны, припаяны вот эти вот все стразики, кристаллы. Интересно. У нее есть маркировка, но я не поняла, что это за компания. Я разбирала, разбирала. Здесь две буквы. Насколько я понимаю, это L and L-E-P или L-E-R заглавные. Долго искала, искала, ничего не нашла. Но очень интересно. Видите, вот здесь у нее еще есть удлинительная цепочка. И вот очень интересно сделано она. Вот на этой вот проволоке прикреплены вот такие вот разнообразные детали. Она так красиво выглядит на шее, что необычно, знаете, оригинально. Необычно и очень изысканно, я бы сказала. Еще одно очень интересное жерелье. Тоже... Ой, у меня все уехало. Локтями надавил. Очень интересное жерелье. Оно тоже маркированное. Тут я уже поняла. Задняя часть вот такой вот, вот такой кулон. Красивые, очень красные гранатовые кристаллы. Плестят, переливаются. Смотрите. Один кристаллик в основании. И вот такое вот колечко из красивых гранатовых кристаллов. В золотом тоне украшения. Причем, видите, здесь сделано кольцо. Вот здесь вот сделана такая перемычка, чтобы вот это вот колечко, которое держит, держит его, чтобы оно красиво лежало и ни с чем как бы не пересекалось и не было бы никаких таких неудобных, чтобы ему было удобно, вернее, висеть на этом вот колечке. Цепочкой тоже довольно красивая. И это компания Лис Клейборн. Вот ее маркировка. Я тоже думаю, что оно не... Видите, как? Где у нее висит? Вот здесь у нее висит. Вот здесь у нее висит эта маркировка. Я тоже не думаю, что оно очень старинное или даже винтажное. Возможно, что оно современное, но... Выглядит очень красиво, изящно, интересно и даже дорого. Я бы сказала, что как будто бы настоящее драгоценное украшение с гранатами или с рубинами. Вот такое вот украшение. И последнее украшение – это клипсы. Замечательные, необыкновенные красоты. Здесь есть маркировка. Клипсы от Кора. Безусловно, клипсы винтажные. Это видно по всему, по креплению и вообще по фасону, по тому, как они сделаны. Очень красивый такой. Я думаю, что это пластик. Я не пересла свою стучалку. Мне кажется, что это пластик. Даже не по звуку, а потому что, вот если вы внимательно посмотрите на грани, то мне кажется, может быть, это мне кажется, что они немного стертые. Обычно стекло так не ведет себя. Обычно так ведет себя пластик. Но, может быть, мне кажется. Необыкновенно красивые, согласитесь. Простая форма и простая довольно оправа. Но сами вот камушки, кристаллы, стразы, не знаю, как их назвать, очень-очень красивые, очень красивые. Вот так они выглядят вместе. Ну, просто, просто красота и загляденье. Просто бриллианты. Ну, что ж, дорогие друзья, вот такие у нас сегодня были красоты. Вот такие прекрасные, замечательные, красивые украшения сегодня я вам показала. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. И цветы, весна. Хотя у нас на улице все в снегу. Но все равно весна чувствуется, весна идет. Конечно же, мы ее все ждем. И увидимся совсем скоро в следующем видео. Будут ли это украшения, или примерки, или обзор магазина, или видеоболталки, которых я очень давно не снимала, надо снять. А на сегодня все. Всем привет из Канады. Всех люблю, целую. С вами была Дита. Пока-пока-бай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok